Это тест-драйв от Давидыча, сука! Поставь обязательно трехлитровую банку с водой напротив, и мы ее зарядим, бля! В конце тест-драйва ее выпьешь. Понеслась! Ranger Rover Sport. У меня была такая машина, и я не очень сильно кайфовал от этой машины. Да, я какой-то тюнинг там сделал, бампер повесил, выхлопка на дизайн поставил. Ну, как бы все это не доставляло мне безумного удовольствия. Когда только я взял эту машину, я сразу психологически начал ее сравнивать с X5M, X6M, Mercedes ML 63 AMG и так далее. Но! После того, как я покатался, я осознал, что я был неправ, и я сравнивал ее не с той машиной. Давайте для начала просто обсудим. Здесь 550-560 лошадиных сил, когда вы ее заправляете 98-м. Когда вы ее заправляете 95-м, у вас 510 лошадиных сил. Ну, так же, как и на всех остальных машинах. Как он выглядит? Выглядит он нормально, но только спереди. Реально стильно, симпатично, прикольно. С точки зрения технологий, обычная линза, обычная диодная полосочка, ничего нового. Просто прикольная форма. Почему эта прикольная форма так смотрится? Потому что он большой, потому что он стильный. Компания Range Rover всегда делала, ну, в моем понимании, стильные машины. Вот всегда они делали тачки, которые, ну, я не знаю, мне нравятся. Вот что старый мне нравился по дизайну, ну, старый мне нравился по дизайну и спереди, и сзади. Этот мне нравится только спереди. Значит, давайте открою его. Капот. Почему я не хотел делать тест-драйв этой машины? Потому что эту машину я называю белоснежкой. Помните фильм «Девятая рота», в котором, там, семь или шесть или восемь солдат, я уж не помню, ебали одну эту бедную девочку, блондинку. Вот, и потом говорили, что она богиня. Прикольная сцена, кстати, недавно фильм смотрел, много моментов переосмыслил. Ну, первое я хотел бы сказать. На этой машине в Москве и в России переездили все пидоры вообще, все пидоры, которые снимают тесты, переездили на этой машине. Значит, я джигит последний вообще, кто на этой тачке ездит, потому что после меня эта тачка поедет сначала в сервис, а потом ее снимут уже с тест-драйва. Что они сделали? Поставили, как и в BMW, восьмиступенчатую скоростную коробку, мотор тот же самый, пятилитровый. Вот есть 500 лошадиных сил, обычный Range Rover Sport, да, и Vogue. Вот это точно такой же двигатель. Да, они там доработали шкив, я думаю, на самом деле они еще не парились. Они просто другого размера шкив сделали, который идет на компрессор. Тем самым подняли немного давления. Подняли давление, получили больше мощности. Сверху лохам поставили карбоновую крышечку эту, покрасили машину в индивидуальный синий цвет, и все смотрят такой, посмотри, какой спорт красивый. Посмотри, какой он синий. Ну, конечно, ты на него смотришь, и ты говоришь, что он красивый, потому что все остальные роверы все как говно, черное или белое. Ну, поэтому ты удивляешься, поэтому ты смотришь. Посмотрел тесты некоторых лохов, которые эту машину тестируют, которые говорили, что здесь вот поставили карбоновую пластину для того, чтобы тепло держать. Что-то такое я там это хуй сказал. Значит, а потом рассказывал про воздухозаборники, которые на капоте. Типа, воздухозаборники нужны для того, чтобы охлаждать моторный отсек. Ну, на самом деле, это не так. Вот тут стоят вот такие две штучки, вот такие вот, и то, что заходит через капот, оно, видимо, заходит вот сюда. Вот вы можете посмотреть. Вот они, они, воздухозаборники, и они уходят дальше вот сюда. Поэтому это не для охлаждения моторного отсека. Вообще, первое, что я сделал после того, как взял эту машину, вымыл эту машину от этих пидоров. Ну, реально. Сука, меня так бесят вот эти. Я именно поэтому не хотел снимать этот тест. Просто эти пидоры залапали машину. Мне пришлось химчистку сделать для того, чтобы вообще на ней ездить. Так, ну что, идем дальше. Значит, еще хотел бы один момент сказать. Представительство Land Rover Jaguar. Вы что, охуели? Вы мне зачем битую машину дали? Зачем? Это один цвет, это другой цвет. Зачем? Ну, сказали бы хотя бы. Так бы, если вы мне сказали бы, я бы, наверное, промолчал бы, что у вас битая машина на Тезерайве. А так теперь пиздита не получается своим пацанам. Банда сейчас зайдет к вам на сайт, реально. И залайкает все ваши роверы. Аккуратней. Говорите сразу. Тормозная система Brembo. Ну, полная хуйня вообще. Ну, полная просто. Еле-еле эта машина останавливается. Послушайте. Та тачка, которая была до этого, она была рамная. Эта машина полностью алюминиевая. Именно поэтому, когда происходят пожары при ДТП, эта машина сгорает вообще полностью. Эта машина в полной комплектации. Эта машина стоит, ну, там, восемь с чем-то миллионов рублей. Они сделали все. Они сделали присосочки. Вот, присосочка. Да, они сделали комфорт... А че ты не работаешь-то? А че присосочки сейчас не работало? Ну, через раз, ну, ничего страшного. Восемь, не двенадцать. Вот. Значит, комфортный доступ. То есть, если у вас ключ, вы берете за ручку, она открывается. Если вот так нажимаете, она закрывается. И складывает зеркало. Сбоку нету порогов. Может быть, это дополнительная комфортная какая-то штука. Мне без порогов очень неудобно залазить и вылазить в эту машину. Значит, заднее сидение. Сами по себе неудобно. Если бы был диван, можно было бы прям вообще прям так можно было. Прям такое можно было. Прям, блядь, долгий. Вот так вот. Ей в поле где-нибудь. Заехал в поле, как напихал ей, блядь. Вот. Че-то я завелся. А, сосочки жесткие стали, блядь. Не могу больше, блядь, тест-драйв это снимать. Отпустите. Старый роллер, спорт, он был брутальный какой-то. Он был тяжелый. Он точно так же не останавливался ни хрена. Точно так же ни хрена не разгонялся. Хотя это разгоняется. Ну, тот был на раме, но реально. И я всегда позиционировал ровер с тачкой, которая лазит по говну. Именно поэтому я считаю, что эту машину нельзя сравнивать с Х5М, с Х6М, с ML63МГ. Объясню. Пацаны. Ни ML, ни Х5М, ни Х6М никто не будет ездить по говну так, как будет ездить вот эта тачка. Эта тачка у нее в генах лазит по говну. И она это делает лучше, чем все те машины, которые я назвал. Именно поэтому сначала я сравнивал с ML, с X, но сейчас я понимаю, этого делать нельзя. Это неправильно, потому что это разные машины. Ты хочешь себе паркетник, базара нет, иди покупай там ГЛЕ и так далее. Сегодня он очень актуален, кстати. Но если ты хочешь машину, на которой ты хочешь совершить вооруженное нападение, значит, у тебя проблемы с законом. Ну, в любой момент, значит, могут микроавтобусы подъехать и тебя сразу хлопнуть. Если у тебя на дороге какой-то геморрой, по тебе там стрелять начали, еще что-то, ты на этой тачке можешь всегда уйти. Ты на этой тачке можешь кого угодно сдвинуть с дороги и свалить. Полный привод, реально мощный мотор. Ну, 560 лошадиных сил ему хватает. Он настроен, знаете как, он настроен на прыжок. То есть есть машины, которые настроены на максимальную скорость, на большую. А есть машины, которые настроены до 150 км в час, она валит как дикая, а потом все сдувается. Такая, братан, ну ладно, что ты, ну все, что ты завелся, блядь. Вот, вот, как бы вот так. Вот эта машина делает именно так. И она может поехать по любой дороге. Я могу сейчас вот тут весь парк обосрать, все эти какашки собачьи переехать. Я могу сейчас туда заехать, сюда, я могу по полю погонять. Я могу сейчас в городе поисполнять. Я сейчас всю эту канитель буду делать. Но у Мерседеса есть АМГ, у БМВ есть М, у Ауди есть СИРС, а у рейндж-ровера теперь есть СВР. Спешл Вихайс Оперэйшнс. Че это, блядь? Я не знаю. СВР. Короче, это сделано для владельцев других роверов, да, которые едут, такие, ну, братан, смотри, у него СВР, он заплатил на один миллион больше. Не обгоняй его, а то будет, наверное, смотреть, как на лохов дизельные такие. В багажнике ничего не изменилось, ну, в принципе, да. Короче, нехуй тут багажники делать, пацаны, нормально все тут. Давай, закрывайся. Рейнджер-ровер мчит, за рулем джигит, ни хрена не тормозит. Дальше не знаю, пошли. А-а-а, точно! Про выхлоп хотел сказать. Это че за закос под БМВ? Э, петушки, ёпта. Это кто сделал? Короче, полная копия вообще, как у БМВ. То есть стоят заслонки, ты стоишь... Если у М-ки, ты нажимаешь кнопку, включается М-режим, появляется бас, потому что заслонки открываются вторые, то здесь то же самое. Но эта машина новая, тут заслонки вот так вот делают. Мне, в принципе, ну, похуй вообще на эту машину. И я вам рассказываю с другой точки зрения. Чувачки, которые их тестируют, они берут, они никакой в жизни себе эту машину не купят, они на ней катаются и рассказывают про нее. Есть те, которые делают это честно, есть те, которые делают это не совсем честно. Мы это делаем честно. Почему? Потому что если бы я вот это говно купил бы за 8 миллионов, я бы ее продал через 2 месяца, всем бы точно так же сказал, что это говно, и просто разбил бы ебало этому менеджеру, который мне эту машину продал. Ну только так. Ну как, прикиньте, ты ее купишь за 8, продашь за 6. Это че за бред? Ненавижу, блядь. Ну просто. Посмотри, они сделали вот эту канитель. Вот это. Вон, видели? Значок они воткнули, посмотри. Сделали типа значок. Кожа вся урытая в жопу вообще просто. Здесь все мятое, здесь все порванное. Я не понимаю, что здесь кожа. Сами смотрите. Но это бред. Аминь. 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 производители показывали как эта машина гоняется по нюрнбург рингу прикольная посмотрел на это видео поулыбался я не могу сказать что они прибавили 50 лошадиных сил и эта машина стала супер гоночный и эта машина стала какой-то супер быстро нет это не правда эта машина стала рулитель не от sized pro для начала несмотря на то что у неё него стоит она должна быть мягкой но она не мягкая она реально жесткая и не нравится все мультимедиа единственное что мне вот машина нравится это вот эти штучки которые показывают температуру потому что не нужно искать ой что там как там почему-то и на этот машине катаюсь уже пять дней. Я пытался к ним привыкнуть, пытался его понять, но у меня это не получилось. И не получилось у меня это, видимо, знаете из-за чего? Из-за того, что я покупал Гелендваген и продал его. Я сейчас объясню, при чем тут Гелендваген. Эта машина не конкурент X5M, X6M и различным быстрым гоночным кроссовером. Это новая модификация, типа гоночная версия, типа, типа, но это машина, которая всю жизнь ездила по говну. Ну давайте объективно говорить. Эта машина конкурент Гелендвагену 63-му. Вот кому она истинный конкурент. Потому что Гелик всю жизнь ездил по говну и эта машина ездила всю жизнь по говну. Гелик заставили ехать и поставили туда мотор 5.5 битурбо и назвали его 63 мг. Окей. Эта машина получила компрессор. У нее получается 550 лошадиных сил и типа, это быстрая гоночная версия. Эта машина имеет ярко выраженный характер в прыжке. То есть, она вот, ты первая, вторая, третья, она прыжок прям делает, такая, как тигр прям. И реально она делает это очень хорошо, потому что у этой машины нету рамы. Эта машина вся алюминиевая, она легкая. Она большая, огромная, но она алюминиевая. Эта восьмиступенчатая коробка, такая же, как на X5M, но, видимо, с другими настройками. Точно так же толкается, точно так же мне кажется, что она не очень долго будет жить, эта машина. О, толчочек сейчас. А? Почувствовали? Все, пиздарики. 20 тысяч пробега. Что еще могу сказать? По поводу качества материалов. Качество материалов говно. Потому что, ну вот просто на ощупь я трогаю, мне не нравится, поэтому он говно. Понимаете? Просто я трогаю, а вот Bentley трогаю, или там в Royce я трогаю, что-то. Я понимаю, что это жопа 18-летней тёлки. Вот здесь я трогаю и понимаю, что это бабуля какая-то 50-летняя. Ну, отвечаю просто. Ну, нет, здесь мягенькая. Тут что у нас, отваливается уже? Ага, понятно. Вот так, за мной все, ёпта. 190. Тормозам пизда. Со 190, со 190 одно, а один раз оттормозился полноценно. Все, тормозам конец. Мы попали в пробку в небольшую. Это ночной тест-драйв, и я никогда не любил снимать ночной тест-драйв, потому что ни хрена не видно, зато в данном случае хотя бы все слышно. Значит, компания Tata, это индийская компания, которая купила рейндж-ровер. Сначала рейндж-ровер купила BMW. Помаялись с этим говном, поняли, что надо сливать, пошли наебали американцев, продали компании Ford. Ford что-то почухался, попыхался, там что-то подергался, понял, что это, короче, засада. Немцы их наебали. Ну и так как в Европе уже как бы все в теме, да, что такое рейндж-ровер, ну и как бы уже получается и в Америке все в теме, то, в принципе, ну сбыть это говно уже никому, ну не знали, кому продавать и сказали, давайте, блядь, солим в индию это говно. И компания Tata, индийская, купила Jaguar и Land Rover. Безусловно, я хочу точно сказать, что здесь куча новых технологий, которых у рейндж-ровер вообще в жизни не было, он о них мечтать не мог. И эта машина делалась исходя из того, что давайте вложим кучу денег, давайте сделаем очень качественную машину. Все визжат просто от того, что здесь какой-то потрясающий звук. После Мерседесов, после нормального выхлопа у AMG 63-го, после выхлопа от RS6 нормального, хорошего, спортивного, вот это вообще не звук, это самое говно какое-то, потому что тут стоит катализатор. Я думаю, если отсюда снять катализатор, звук будет более серьезный, более прикольный. Мне очень нравится, как она себя ведет на первой, на второй скорости. Очень круто. Подрывается, взрывается машина, просто морда вся поднимается, жопа присаживается, а она начинает наваливать. Иксы так делают, очень нравится. Посадка. Посадка здесь гораздо удобнее, чем в X5 100%, и в X6. Ну, опять же, их нельзя сравнивать, да? И сравнивать с геликом, здесь тоже лучше посадка, чем в гелике. Потому что гелик, он какой-то маленький, тут сидеть нужно, как тракторист, бандитом себя чувствуешь. Здесь бандитом себя не чувствуешь. Значит, знакомиться с девушками на Эвоге легко вообще, все клюют. Просто ты едешь на синем спорте, все клюют. Давайте вернемся к машине. Значит, вот этот щиток приборов. Он на меня не произвел эффект вау с самого начала. И он до сих пор не производит на меня никакого впечатления. Ну, просто щиток приборов, просто электрон. Меню, да? Вот вы видите меню, вот этот монитор. Он на левую сторону показывает, на правую сторону показывает. То есть, правый пассажир может смотреть телевизор, а левый может заниматься меню. Если вам буду говорить, что компания Tata вложила миллиарды, там, миллионы долларов в разработку этой машины, то, в принципе, вот просто нажмите вот на эту кнопочку, посмотрите на меню. Ну, и скажите мне, пожалуйста, это меню может стоить несколько миллиардов в разработке? Единственное, что здесь есть интересное, это отдельная кнопочка, которая делает громкий выхлоп и делает тихий выхлоп. Что вам реально интересно от этой машины? Значит, это то, как она валит. Ну, то есть, я тогда сейчас могу повтапливать, да, попрыгать? Да, да, пока просто прямо мы... Просто сейчас пробка все равно. Ну, знаешь, если у тебя есть рейндж-ровер SWR и ты все равно в пробке, то можно представить, что ты байк быстрый и валите. Смотри. Я байк. Я байк. Я байк. Я байк. Я байк. прикинь прикинь у нас капот на скорость 170 начал открываться неужели рейндж ровер мог такое сделать либо меня глючит чуть не уебал нам по лбу он на скорости 170 начал подниматься вот этот закрыт все больше 170 не едем мне не нравится как он стоит на дороге мне нравится он болтается он ведется четко как анг машина как как m коробка быстрая коробка быстрая это реально та же самая коробка ведет себя очень четко но он не ведется четко с точки зрения перестроения мне блять не нравится как он управляется но Реально. Я когда поехал первый раз, я подумал, бля, реально стоять будет тачка. Но она не стоит. Говоришь, меня не пускай, тёлка на Opel, не пускай меня. Я пидорас на рейндж-ровере, блядь. Конечно, не надо меня пускать. Блядь, я чуть автобус не въебал, из-за того, что она такая тупая, прикинь. Пацаны, знаете, когда садишься в тачку, ешь, чувствуешь, что она такая жёсткая, прям стоит на дороге. У меня такое ощущение было, что она реально будет стоять чётко, плотно на дороге. А она этого не делает. А она как бы жёсткая, но при этом вот такая валкая вся. Я понимаю, что он высокий, что у него парусность, но он должен стоять. И на нём на больших скоростях перестраиваться достаточно стрёмно. В принципе, так же, как и на гелике. Вот разницы нету. До 150 она набирает очень хорошо. То есть, реально, парни, до 150 приём прям такой нормальный. Прям приём-приём. Тормозные диски уже поплыли, и уже биение идёт. Мы ещё приехали в одно место, на Новой Риге, Волоколамское шоссе. Там поле есть. И я надеюсь, в поле никто не трахается. Ну, потому что, а, холодно, а, б, туда едет Давидович. Так вот, мои друзья, мы сейчас едем по очень плохой дороге в Подмосковье ночью. Носимся. Я могу сказать, эта машина на бездорожье ведёт себя идеально. Реально, идеально. Посмотрите. Просто вы можете свалить от кого угодно. От любой погони. От любой. До новых встреч! Love, 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 love. Я не всегда понял одно Никогда не называйте рейндж-ровера говном Он сделан из говна Он не очень надежный Но идея, мысль очень крутая Давайте так Эта машина может лазить по любому говну Эта машина очень красивая Она реально симпатичная Эта машина достаточно быстрая Вообще все в ней устраивает Надо ехать в город Поехали в город Надо хочется на ней еще погонять Погонять хочется именно по городу Я поехал С точки зрения разгонной динамики Она тебя не удивит Она не едет лучше МГ И не едет лучше ХА В пробке мне очень нравится на этой машине В пробке она, конечно, непобедима Значит, почему? Объясню Вон, везде пробка, да? Что мы делаем, если у тебя ровер? Правильно Выходим из этой ситуации Оп, оп Оп, оп Оп И все Представьте, что мы от кого-то сваливаем Мы можем сделать это очень легко вот поворот смотри ощущение ощущение ужасно но врулился врулился реально это был очень короткий тест с точки зрения видео и это был очень длинный тест потому что эта машина у меня долго смотрите я погонял на этой тачке по полям и понял что она может там гонять я погонял на этой машине по неровным дорогам и понял что и там она может выступать я погонял на этой тачке в поле я погонял на этой тачке на дороге и на дороге она тоже может и по трассе она тоже может она может везде из этих направлений про которые я говорю самое интересное скажу честно я очень удивлен что на этой машине до сих пор не загорелась никакая ошибка то есть видимо она сука молчит, и когда мне ее давали, сказали, ничего не говори, ничего не говори, потому что умирать, молчи вообще, просто будут ебать прям, джон, прям молчи, ничего не говори, Давидыч, он же сразу это покажет, она молчит, странная машина, я не могу эту машину назвать говном, но я считаю, что эту машину должен покупать тот человек, который ездит не в Москве, ну реально не в Москве, то есть если наоборот, если вы ездите постоянно в Москве, по большей части, то лучше, конечно, вот купить чего-нибудь из паркетников, хотя он тоже считается паркетником, но он не паркетник, он реально, он может везде ездить, нравится ли мне динамика этой машины, очень нравится, но только первая, вторая скорость, дальше начинается все грустно, долго и так далее, не хватает, борются, вот отвечаю, вот есть машины, где легко можно сказать говно, и будешь прав, у Гелендвагена не лучше салон, чем здесь, у Гелендвагена еще больше говно, чем вот эта машина, сто процентов, потому что эта машина может тоже лазить, так же, как и Гелик, но эта машина более комфортная, чем Гелендваген, эта машина более технологичная, чем Гелик, это у этой машины более интересная подвеска, чем у Гелика. Я хочу, чтобы в этом видео отписались реальные владельцы роверов, желательно вот в этом кузове, реально желательно спортов. В моем понимании, эта машина проездит полгода, год, и развалится вообще к херам собачьим. Но если я ошибаюсь, если я ошибаюсь, если эта машина не будет разваливаться, то это очень хорошая машина. Это очень хорошая машина. Если не будет разваливаться. Да нихуя это не хорошая машина, я знаю, что меня наебывают. Че, блядь. Сиденья вот эти вот. Ну, кстати, сиденья, вот у меня спина не устала за целый день, вот честно, вот за целый день спина вообще не устала, нормально навалила. Тормозная система, при том условии, что она ни хрена ну нажимаешь да и он не очень тормозит при этом условии сколько мы наваливали не поплыла честно не поплыла это плюс нельзя обманывать реально не говно блять вот откуда не подойди не говно не нравится тачка если не будет развалить все давайте пока с вами был я осень осень ну давай у листьев спросим как там дальше где он мой вечный мой то-то-то-то-то-то-то-то